Наши метущиеся мышления создают неустойчивое, наполненное параллельностями пространственно-временное представление всеобщего космоса. И наделяет эти параллельности самостоятельностью бытия и развития, где каждый объект абсолютен для отражения в различных символных моделях. Ведь мысль человека есть источник всего, что можно представить и утвердить в явленном восприятию миру. И тут будет уместно привести из моего тоже опыта общения слова Создателя. «Не впадайте в сон и не будьте во сне, так как мир выглядит не так, и в мире нет смерти, нет посредников». Это к вопросу о церкви. «Они проявляются только в присутствии сна, сна сознания». Вот так нас наставляет Отец Небесный. Если обращаться к основам устройства мира, к тому уровню, откуда все происходит, то можно говорить о матричной организации мира. Поэтому на информационном уровне у каждого человека есть своя информационная матрица – монада, которая имеет доступ во все формы создания и материи. То есть, понимаете, монада – это матрица. Матрица чего? Матрица души. Именно от нее начинает строиться душа. По этой матрице и строится с допуском мышления на самостоятельные коррекции мир нашего восприятия. «Каждый электрон состоит из сотни согласованных в резонансе квантовых, то есть без массовых элементов. Если не хватает хотя бы одного элемента, то электрон не появится, потому что нет полноты замысла отца. Нет сотого элемента – нет упорядоченности. А есть броуновское движение элементарных частиц. Электрон состоит из трех блоков по тридцать три элемента. Это о них писал Пушкин. В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря. Три по тридцать три – девяносто девять. И плюс отец – сотый элемент. Вот когда появляется резонанс, объединение. Если есть согласие среди детей, отец всегда рядом. Ведь он – полюс целеустремления и одновременно замыкающий. Он олицетворяет принцип всеобщего согласия. И отец появился и сказал. Есть информация первичная, и она создается взглядом моим. Есть слово моё – переход и вибрация. И я собрал всё воедино, чтобы показать вам и чтобы вами было осознанно. Осознание – это процесс во времени. Это охват событий и реальная картина мира в целом за очень короткое время. Сам параметр времени и есть структура для управления. Структура для изменения. И он реализуем при правильном духовном видении импульсом души. «Сын мой» – это ниточка, которую все ищут. Это путь, на котором многие стоят и о котором размышляют. Необходимо приблизиться своим сознанием к уровню души, чтобы увидеть нить, из которой вырастает путь. Сам путь приведёт к клетке, к ядру, в центр светящейся сферы, где в самой сфере будет находиться путь, который определился нитью, разным цветом и смыслом. Посмотрите, какой язык. Разный цветом и смыслом. То есть, там такие слова, что между ними, вот все говорят, там пирамида так сложена, что лезвие не просунешь. А здесь попробуйте просунуть хоть что-нибудь своё. Здесь можно только досконально, слово в слово, повторить то, что сказал отец. И он дальше продолжил. Используй информацию и откроешь целый и большой мир. Мир света и созидания. Мир благополучия. Мир, где нет никаких болезней, так как есть слово моё – жизнь. Это переход, воскрешение и вибрация, создание звуком, голосом, материи первой основы своей. Это можно и нужно увидеть через сознание и осознать, так как душа – первый источник информации в истинности, даёт полную и реальную картину мира. Отец встал, и за его спиной стало светиться пространство. И он сказал, я дал тебе урок и показал, как есть и будет в мире. И сказал тебе одно слово, и оно изменяет мир. И мир твоего восприятия вокруг глобально. И видя это, и получая точную информацию, ты изменяешься, получаешь знания. Вот видите, как Отец, по сути дела, отвечает на первое письмо. Как всё сходится, а? Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...